Обсуждение стратегий 2030 набирает обороты. Как известно, в республике разрабатывают беспрецедентный комплексный документ. Там будет полностью расписан вектор развития Якутии до 2030 года с прицелом до середины века. Туда полностью внесут подробный план настоящего и будущего по каждому из отраслей и сфер жизни. Над стратегией работают лучшие умы республики. Это ученые, эксперты, чиновники, руководители. В работу вовлечена и общественность. Документ в течение ноября обсуждают на 16 площадках в Якутске и в районах республики. Они продлятся до 1 декабря этого года. После окончательной доработки документ передадут в госсобрание Илтумен для принятия в качестве закона. О направлениях и содержания этой стратегии Розалия Борисова. План стратегии начали обсуждать в начале этого месяца. Все желающие могут принять участие в планировании социально-экономического развития Якутии. По направлениям ежедневно проходят открытые общественные слушания. 30-й год, он уже, можно сказать, не за горами, это уже завтра. 15 лет пройдет, мы даже не заметим, как до этого дойдем. А вот заглянусь в 50-й год, вот эта значка уже очень серьезная, потому что надо знать, как весь мир будет развиваться. На сегодняшний день определены 4 стратегические приоритеты основной развития человеческого капитала. Именно человек и его развитие будут в приоритете в составлении плана стратегии. Стратегия социально-экономического развития Республики Сахай-Якутия нацелена на основную ее ключевую фигуру. Стратегия – это человек, это создание условий для реализации, полноценной реализации человеческого потенциала. С этой точки зрения, я считаю, что наша стратегия, она, конечно же, полноценная и может быть реализована в тех параметрах, которые мы запланировали. Первое направление включает в себя такие отрасли экономики, как здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, социальная защита и занятость населения. Их модернизация должна привести к высокому уровню жизни, развитию человеческого потенциала. Второе направление включает в себя развитие промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ энергетики, а также туризма. Для себя взяли, так сказать, большое научное направление, которое назвали «устойчивый север». То есть устойчивость должна соблюдаться, во-первых, в обществе, во-вторых, в экономике, в-третьих, в окружающей среде и, наконец, в политике. Если мы вот эти четыре элемента вместе сумеем реализовать и совместить, то мы можем быть уверены, что развиваемся устойчиво. В планах развития базовых отраслей промышленности. Республика продолжит добывать алмазы, золото, уголь и газ. Между тем, появятся и новые виды. Мы по промышленности должны выйти на новые технологические уклады. Это развитие пятых и шестых технологических укладов. Это новые направления и развитие направлений как IT-технологии. Это инновации и в промышленности, и во всех сферах деятельности. Еще одним пунктом станет кластерное – территориальное планирование по зонам республики. Всего их пять – это арктическая, восточная, западная, центральная и южная зоны. Для каждой из них разрабатывается отдельная стратегия развития. Нерингринский район у нас также останется основной отраслью, как угледобыча. У нас они также нашли отражение нашей стратегии. Будут новые территории. Это развитие Алданского горнопромышленного района. Это развитие Восточного горнопромышленного района, включающий Аймеконский, Тампонский и Усмайский районы. Также у нас будет развиваться территория северо-якутская опорная зона. Это у нас практически вся северная и арктические территории. Внимание будет уделено и развитию малого и среднего бизнеса. Здесь приоритетными станут местное производство, сувенирная продукция, народные ремесла. Этим направлением, именно показаться на поддержке развития местного производства, уделено очень большое внимание стратегии. Мы рассчитываем, что если сейчас доля местного производства составляет 3,4% в волоком региональном продукте, то к 2030 году эта доля достигнет 8%. Следующие два направления касаются экологии, системы управления республики. И по каждому из них общественные слушания продолжатся до середины декабря. За это время высказаться и поделиться своим видением развития Якутии сможет каждый. В сфере IT-технологий в настоящее время идет активное обсуждение. Направление требует больших вложений и инвестиций. Между тем, развитие этой отрасли даст синергетический эффект. Это развитие компетенции и развитие вклада в инфраструктуру в части таких прорывных вещей, как биотехнология, биомедицина. Это в части развития новых материалов. То есть, опять же, это тоже не ради того, чтобы просто заняться этим, а того, чтобы это все как-то отражалось в обыденной жизни людей. То есть, если это какие-то энергоэффективные вещи, чтобы это улучшало качество жизни сейчас. Активно обсуждается и вопрос здорового образа жизни. Ряд предложений по этой теме вносит молодежное правительство. По мере возможности, конечно же, мы как общественники по направлению ЗОЖ и по развитию молодежного предпринимательства, мы внесли предложение. И хотел бы отметить очень четкую позицию Министерства экономики, которая очень оперативно вносила все наши изменения и все наши пожелания были внесены. Как только все мнения и предложения соберут воедино, будет разработан окончательный план стратегии. Реализовываться он будет в четыре этапа до 2030 года.